Дорогая община Благословен ты, Господь и Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среди народов и давший нам свою Тору. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Тора Твоя, она записана Духом Святым на наших сердцах. И мы благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты стал живой Торой, сошедшей с небес. Благословенное имя Твое. Аминь. И на этой неделе мы с вами продолжаем изучение первой книги Пятикнижия Моисеева Берешит и изучаем недельную главу, которая называется Ваишлах. Это книга Бытие с 32 главы 4 стиха по 36 главу. И изучая эту главу, мы видим, что глава большая, ну и естественно, как и все Писание интересное, потому что Слово Божьего неинтересного быть не может. И о чем же повествует наша глава? В нашей главе мы видим историю встречи двух братьев. Яков возвращается. Возвращается после долгого, длительного такого путешествия в женитьбу, путешествия в 20 лет. Он возвращается и должен встретиться с братом, у которого с ним не совсем хорошие отношения. Мы видим эту встречу. Мы видим, что перед этой встречей происходит удивительная встреча Якова с Богом. И Бог изменяет имя, дает новое имя Якову, имя Израиль. Мы видим также интересные истории, которые произошли с дочерью Якова, Диной. Мы читаем о том, что пришло время и умерла Рахель. Время не пришло, но она умерла при рождении Бениамина. Пришло время Ицхака, и Ицхак приложился к своим праотцам. И заканчивается наша недельная глава списком потомков Исава. И, как я уже сказал, что глава, она большая и интересная. И о каждом из этих отрывков мы слышали много. Один пинуэлл, чего стоит, целое учение Сергея Шедловского построено. Вообще, очень много прекрасных книг, об этом очень много говорится. Но я хочу сегодня поговорить о ситуации в целом. И хочу, чтобы мы обратили внимание на людей, на этих двух братьев. И посмотрели на них, потому что они для нас образы. Мы понимаем, что все Писание, говоря о каких-то людей, в Ветхом Завете, оно дает нам образы, определенные образы для нас. И давайте для начала сделаем такой небольшой экскурс по жизни этих двух молодых людей. Но к тому времени я бы не сказал, что они совсем молодые. Это в понимании того времени они были молодые. В нашем понимании они уже были зрелые. Смотрите, с чего же все начиналось? Все начиналось с молитвы, 20-летней молитвы Ицхака. Ицхак 20 лет молился о том, чтобы Бог дал ему детей. И Бог дает ему. Он дает ему не одного сына, а двоих сыновей сразу. И рождение этих сыновей само по себе было удивительное. Потому что так получилось, что когда они рожались, один держался за пяту другого. Не удивительное, удивительное. Удивительно было также то, что два младенца, но были совершенно кардинально разные. Внешне они совершенно отличались. И когда нам Писание предлагает первую встречу с этими детьми, то мы видим определенные удивительные вещи, что описание Исава, оно пишется о нем, о внешнем описании, как он выглядел. То есть, ну, описание плотское такое, но описание Якова было как что-то делающего. Не говорилось, как он выглядел, но как что-то делающего. Если мы вспомним ситуацию, то мы помним, что перед тем, как родились эти младенцы, было слово, было слово от Бога, каких-нибудь матери. Но из Писания мы опять-таки видим, что отец, судя по всему, Ицхак, он не сильно разделял то, что говорила ему его жена, потому что любил он все-таки Исава. Исава. И мы это видим в Писании, что Ицхак любил Исаву, ему было по душе кушание, которое готовил Исав. Ну, так если посмотреть, можно понять, да, для мужчины Исав красавец, охотник, сильный, смелый, а этот сидит постоянно в шатрах. Ну, в наше время можно было подумать, давая характеристику этим двум людям, можно было сказать, этот, посмотрите на этого. Он и на футбол ходит, и в радиокружок ходит, и в школе выход на две на турнике делает, а этот сидит постоянно в компьютере, в одноклассниках, и в перерывах играет в Counter-Strike. Ну, ну как, ну кого бы отец? Отцу нравятся, естественно, сильные и смелые. Но, вы знаете, интересно то, что на протяжении всего жизненного пути мы видим это различие. Вот кардинальное различие этих двух братьев. И это различие, оно было предугадано самим Господом. И, как я уже сказал, для нас с вами это является образами. Исав – образ человека, который, ну, плоского, который двигался плотью. Яков же, он, будучи хоть и совершенно несовершенным человеком, мы видим, что по его поступкам он не был совершенным человеком, но человека, живущего духовной жизнью. И вспоминая их поступки, если мы так бегло просто посмотрим по их поступкам, то мы видим, что Исав, он пренебрег своим первородством. Из-за чего? Из-за пищи. Для него было важно насыщение плоти. О духовных вещах он не сильно думал, они его не сильно интересовали. Если мы вспомним, опять-таки, выбор жен, то и жен он выбирал по принципу «увидел, захотел, взял». Он не советовался с родителями, не советовался ни с матерью, ни с отцом. И мы помним, что вначале он взял двух жен хитиянок, которые стали обузой для дома ихнего отца и матери. Потом он вроде бы как понял, что он неправильно поступил, но исправить ситуацию он решил, опять-таки, своими усилиями. И, исправляя, он взял дочь Измаила, опять же-таки, по своему решению. И смотрите, 36-я глава нашей недельной главы, она начинается словами. Это родословие Исава, он же и дом. Исав взял жен своих из дочерей Кнаана, Аду дочь Эйлона Хета, Иоголиваму дочь Анны, дочь Цивона Хавая, Ибасмат дочь Ишмаэля, сестру Невайота. Если мы посмотрим, казалось бы, имена, но в значении этих имен есть определенная характеристика, которая характеризует этих женщин. И значение имени первой Ада – это значит украшение. Опять же, говорится о видимых каких-то определенных вещах. Значение имени второе Голиава – шатер высоты. И интересно, что именно вот с этим именем это имя упоминается, когда говорится как об Израиле, как о нечестивой жене. И имя третьей жены – Басмат, которое означает «ароматная» или «пахнючая». Видно, что человек, он в видимые определенные моменты. И имена этих женщин, они показывают определенные вещи ихнего состояния. Также при выборе земли мы видим, что Исаав выбирал какую землю. Он бы выбирал землю плодородную, землю хорошую. Помните историю с Лотом? Лот подобным образом выбирал землю, которая была видной, хорошей, которую ты смотрел и понимаешь, надо брать эту человеческими глазами. Это земля, которую выбрал Исаав. Это та земля, которую впоследствии захватили три колена. Вы помните, до входа в обитованную землю, три колена остались за Иорданом, захватили эту землю. Вот это была земля обитания Исаава, которая была красивая на вид, но не являлась землей, которую Бог обещал Аврааму и Исхаку. Смотрите, и в нашей главе, в родословии Исаава, что мы видим? В родословии Исаава, которое предоставлено, которое не сильно любят читать, но в нем мы видим исполнение тех благословений и того слова, которое Бог сказал устами ихнего отца Исхака в жизни этих двух братьев. Потому что мы видим, что от Исаава произошел великий народ, и народ, который больше, чем народ Израиля. И мы видим, что этот народ, помимо того, что он произошел, он стал врагом израильского народа. И рассматривая братьев как образы духовной и плосковой, мы понимаем, что по мере того, как Израиль, он будет обращен к Богу, который есть источник духовный прежде всего, то будет победа над врагом. В тот момент, когда Израиль будет отходить своего Бога, начинается победа врага, то есть плоти, если взять как образы. И для нас с вами это тоже важное понимание, потому что Бог ожидает, чтобы мы, каждый из нас, мы не были подобны Исааву, чтобы мы не жили по плоти, а Бог ожидает, чтобы мы жили духовной жизнью. И я зачитаю вам послание к римлянам, 8 главу с 5 по 8 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». И это для нас, смотря на эти образы, мы понимаем, что для нас назидательный образ – это образ Исаава, который, опять-таки, повторюсь, ну, не буду повторяться, скажу об этом после того, как поговорим немножко об Исааве. Хорошо, давайте посмотрим на жизнь Якова. С начала своей жизни мы видим стремление этого молодого человека, стремление получить благословение. И в начале мы видим историю, вы помните, как он покупает это благословение у своего брата. Почему? Потому что всю жизнь, все его существование его привлекало духовное. И он понимал важность своего благословения. Важность благословения. Когда он приходил к своему отцу, обманывая его, чтобы получить благословение, он жаждал этого благословения, но он прекрасно понимал, что он навлекает на себя проблемы. Потому что брат его был человеком воинственным, сильным, и он понимал, что это для него опасно. Но, несмотря на это, он принимал решение и делал так. Да, ему подсказала мать, да, она ему помогла сделать этот выбор, но решение было за ним. И решение сделал Яков. И, несмотря на опасность, он сделал этот шаг, потому что он был тверд в своем решении. Также мы видим, что Яков, он был послушный отцу. При выборе жен, он что сделал? Он послушал отца и пошел в дом своей матери для того, чтобы выбрать жену, которая должна быть у него. Не так, как поступил Исаф. И, конечно, его женитьба вылилась в тяжелые 20 лет труда, но в этом было благословение. И вообще, если мы посмотрим на жизнь Якова, нельзя сказать, что у него была простая жизнь. Его жизнь была непростой и сложной. Но знаете, что меня впечатляет? Меня впечатляет во всей его жизни его решение. Видно, в этом человеке есть внутренняя какая-то, я бы называл это такая, духовная смелость. И если мы посмотрим начало нашей главы, 32 главу, то начинается все с чего? И послал Яков пред собой вестников к брату своему Исафу в землю Сеир в области дом. Ну, я не буду читать весь отрывок, потому что не сильно много времени. Но, что происходит? Яков посылает посланников в надежде на то, что он обретет расположение Исаава. Эти посланники, приходя к Исааву, говорят, Яков, раб твой. Его называют господином. И Яков говорит, что все, что я приобрел, оно не мое, я твой раб, а ты есть господин. Но что мы видим? Исаав на это, видно, что он этого не принимает, посланников, потому что посланники возвращаются, а 400 человек с Исаавом идут навстречу к Якову. И вы знаете, Яков пугается. Он очень сильно испугался. Ну, 400 человек, отряд на то время, это был очень внушительный отряд. Понятно, что он не с хорошим расположением идет навстречу к своему брату, но он остается втверд, в своем решении, он остается втверд, в своем решении сделать то, что ему повелел Бог, потому что Бог ему сказал вернуться. И он идет. Да, мы видим, что он пытается все-таки делать, решать свои проблемы какие-то своими человеческими усилиями. Он делит стан свой, но что? Он по-любому, он приходит к Богу в молитве, понимая, осознавая, что он зависит от Бога. Если Бог сказал, то он идет к источнику, к тому источнику, кто может помочь решить его проблемы. И мы читаем, что Бог приходит на его решение. Яков не только получает ответ на свои молитвы, потому что мы видим, что Иса встречает его с милостью, но также мы видим, что Яков переживает особенную встречу с Богом. Встречу, в которой Бог, он изменяет его имя. Я не буду говорить, с кем это была встреча, потому что, ну, есть много интересных комментариев по этому поводу, вы сможете их почитать. Но я хочу обратить внимание, что в этой встрече Яков, он опять просит благословения. Он не просто просит его, он требует благословения. Этот человек, он прекрасно понимал важность благословения в своей жизни. И он понимал силу этого благословения. Он не просит... Ситуация встречи, она происходила перед встречей с Исаавом. И он не просит у Бога, чтобы Бог дал ему каких-то видимых венщей. Он не начинает просить его, «Боже, дай мне одержать победу с Яковом, сделай так, чтобы эта встреча не состоялась». Нет. Эта встреча должна состояться, потому что Яков, он должен, чтобы перейти в другой этап своей жизни, он должен исправить ошибки, он должен примириться. Потому что Бог не хочет такой вражды, и ему надо было это сделать, но он не просит этого. Он просит духовного, и он получает благословение. Бог дает ему новое имя. И интересно то, что давая ему новое имя, новую судьбу, мы видим, как этот человек, он по-любому остается Яковом, потому что, видя, опять-таки, пережив встречу с Богом, новое имя, все, но он видит, что брат идет, и 400 человек идут. Он по-любому остается Яковом, и он по-любому делит стан, думает, на два мало, поделю на три стана. Он несовершенный. Да, что-то в его жизни изменилось, изменилось его имя, но он остается Яковом. Потому что мы видим, что при всех, вообще, если мы посмотрим на жизнь Якова, при всех своих этапах, вот, особенно в нашей главе, это особенно подчеркивается, при всех своих новых этапах в жизни, показано какое-то, вот, по-любому его, ну, несовершенство. Он показан на то, что он несовершенный. И если мы посмотрим даже его жизнь, жизнь его семьи, казалось бы, великий патриарх, казалось бы, ну, муж веры, как мы его знаем, да, бог Авраама, Ицхака и Якова, мужи веры, все. Но посмотрите на его семью. Ситуация с Диной. Что нам показывает ситуация с Диной? Мы видим то, что Дина, она чего-то вдруг захотела пойти посмотреть на красу женщин, которые из других народов. и ее почему-то это привлекло. И вопрос, что она, покинув свой дом, это был необдуманный шаг. И видно, что шаг, он двигался ее какими-то человеческими желаниями, что привело к большим проблемам. Посмотрите на братьев, которые учинили расправу, резню. Что они? Они вначале допустили гнев колоссальный в свое сердце, потом допустили лукавство в свое сердце. Я не буду читать, ну, читая, вы увидите эти моменты. Это написано в нашей недельной главе. И что? Это привело к тому, что они вырезали колоссальное количество людей, чего Яков не одобрил. И если мы забежим немножко вперед, то в перспективе мы увидим, что благословляя своих 12 детей, он как раз и упомянул в благословении, говорит, что ребята, ну, я в этом части не хочу иметь. Ему не было, не нравилось то, что происходило. Мы видим момент того, что в ситуации, после того, как это произошло, он говорит своему дому, давайте всех идолов уберем. Оказывается, дом Якова, он был, наполнил и идолами, но после этой ситуации они понимают, что что-то надо изменить, и он меняет. Посмотрите, несовершенный человек, но который стремится исполнить волю Божию. У него неправильные, есть многие моменты в его жизни, но он стремится, у него есть решение делать правильные вещи. Всю свою жизнь он стремится делать правильные вещи. И для нас, вы знаете, очень важно понимать, и очень также важно, смотря на этот образ, понимать и принимать решение. Яков, он был несовершенен, но в его сердце было твердое решение следовать за Богом. В его сердце было твердое решение делать то, что надо делать. Он боялся, но он делал. И когда мы имеем внутри себя такое решение, когда мы имеем это решение, то мы приходим в состояние мужа совершенного. И так же, как это происходит с Яковом, потому что, если забегая немножко вперед, то мы увидим, что в перспективе по мере дальнейшего нашего знакомства с Яковом, мы увидим, что Бог называет его называть все больше Израиль, Израиль, и в конце своего жизненного пути он таки принимает это имя в полноте и становится этим Израилем, праотцом, патриархом Божьего народа, который должен исполнить Божью волю, Божье предназначение, Божью цель на этой земле. Друзья, заканчивая, хочу сказать, помните, мы так же несовершенны, но у нас должно быть внутреннее решение, внутреннее убеждение, подобно Якову, следовать за Богом до конца. И тогда, возможно, в конце пути мы скажем, да, я учение совершил, веру сохранил, и теперь уготован мне венец от Господа. И я желаю, чтобы так это и происходило, чтобы мы из несовершенных приходили в мужей сильных и мужей совершенных. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин